МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Остатки прежней роскоши, дожившие до наших дней, председателя Комитета по государственному контролю и использованию и охране памятников истории и культуры, впечатлили своим скверным состоянием. Сергей Макаров раньше своими глазами легендарный дом Людомира Змегродского никогда не видел. Постройка находится на балансе Санкт-Петербурга, однако работы по ее содержанию возложили на районное жилищное агентство, что с юридической точки зрения не совсем правильно. У нас самый главный вопрос по 73-м ФЗ. Мы не собственники, а то, что нам передают на техническое обслуживание и учет этих домов, у нас нет возможности проводить такие работы. Мы не являемся собственниками, то есть нам передают их неправильно. И прокуратура нас в этом плане поддерживает. Такие здания надо в оборот какой-то запускать, либо продавать, либо в территории. Мы с вами согласны. Из вас, из вас, вот, хранители таких зданий не очень. Мы принимать как-то и все. А так у нас это даже в основной деятельности этого нет, то есть это не наша задача. Мы созданы не для этого. Дом номер 3 по улице Андреева, ранее она называлась «Железнодорожная», построен в период с 1901 по 1906 год. По документам КГОП «Архитектор» не установлен. В 1904 году полноправным владельцем двухэтажной постройки стал дворянин Людомир Афанасьевич Змегродский. Здание уже на то время богатством деревянного декора, приемами оформления фасадов и кровли выделялось из типичной застройки Сестровецка. Это послужило причиной того, что фотографии дома были выпущены тиражными изданиями в виде почтовых открыток в начале 20 века. Настолько дом и платформа-курорт был красив и необычен. Сегодня старинная дача находится в плачевном состоянии. За памятником в силу своих обязательств следит ржа, и, возможно, у постройки скоро появится другой собственник. Данное здание огорожено сеткой, вокруг здания убирается мусор, также оно заколочено и свободно от третьих лиц. То есть районное жилищное агентство исполняет на данный момент все этапы. Также возникли вопросы о принадлежности данного здания, то есть в чьей собственности она находится. И было принято решение провести отдельное совместное совещание с представителями комитета имущественных отношений, представителями КГО по администрации районного жилищного агентства для дальнейшего решения этой ситуации. После 1923 года частные владения здесь были муниципализированы, и в здании разместилась база отдыха «Трудовой курорт». Дом выставил их в годы Великой Отечественной войны. Далее почти до 2000-х в здании проживали сотрудники санатория «Состровецкий курорт». В 1999 году дом был продан частному лицу, но сделку позже суд признал незаконной. И старинная двухэтажная дача фактически оказалась брошенной на произвол судьбы. Необратимо печальные последствия для постройки внес пожар, произошедший 3 января 2010 года. С тех пор дома находятся в таком состоянии. Перед предстоящим чемпионатом мира по футболу наполовину разрушенное здание замаскируют. К 1 июня будет один из первых этапов охранных обязательств. Это установка баннера по данному зданию. Есть охранные обязательства, которые утверждены в соответствии с распоряжением Комитета охраны памятников, которые предусматривают не только закрытием баннера, но и консервации, и дальнейшее восстановление данного здания. Но это может затянуться на долгое время с вопросом о финансировании, которое будет выделяться Комитетом финансов. Также есть программа «Авинариум плюс», в которую входит данное здание, которое предусмотрит полностью реконструкцию данного здания под социальные нужды социальный объект. По предварительной информации, осенью текущего года над старинным домом планируют остановить некий купол, который будет защищать постройку от атмосферных воздействий. По информации чиновников КГОП, в 1990-х годах проведены подробные архитектурные обмеры здания, по которым возможно восстановление всех утраченных фрагментов постройки. Когда начнут производить эти работы, пока неизвестно. Продолжение следует...